Тебе стало понятнее, какой светильник нужно выбрать? Я уже его выбрал, я его купил, но теперь вот не понимаю. Видимо, нашего эксперта, который ведет нашу рубрику «Дом быта», я приглашу лично, чтобы она мне все-таки установила в моей небольшой квартирке этот модный светильник. Да, у нас в гостях еще другие эксперты. Екатерина Ниличева, офтальмолог, и Наталья Озерова, дизайнер интерьера. Здравствуйте! Добрый день, благодарим, что пришли к нам в гости. Мне с детства говорили, что ты обязательно должен читать книгу у окна, чтобы обязательно на странице твоего домашнего задания, которое иногда ты не делал, попадал дневной свет. Но также слева от расположения был светильник настольный. Все верну. Светила обычная лампочка накаливания. Вот что сейчас, какие требования у офтальмологов к новым лампам, например, светодиодным, которые светят не всегда желтым, а и белым светом? Никаких принципиальных здесь отличий нет. Самое главное – соблюдать режим дозирования зрительной нагрузки. Значит, пункт первый. Свет должен быть комфортным для глаза. Некоторые люди, некоторые пациенты не переносят белый свет, могут только теплый воспринимать. Это абсолютно нормально, пугаться этого не нужно. Пункт второй. Освещение должно быть достаточным. Если человек правша, то лампа должна стоять слева. Если левша, то справа, чтобы предметы не отбрасывали тень на письмена. Если мы работаем за компьютером, в темной комнате без освещения этого делать тоже нельзя. Все равно должен стоять обязательно источник света. Ну и соблюдать расстояние. То есть мы должны обязательно сидеть с прямой спиной. Все, чему учили в школе, имеет место быть. Сколько сантиметров от листа? 40 сантиметров – это идеальный вариант. Компьютер должен, мы должны рукой касаться верхней границы нашего монитора. Это идеальное расстояние, при котором глаз минимальную нагрузку испытывает. Ну и, конечно, делать перерывы. Обязательно. А если у человека уже есть проблемы со зрением какие-то, то требования изменяются или нет? Требования не меняются, а требования к коррекции должны быть. Значит, сначала нужно сходить, проверить, нет ли необходимости носить очки. Если есть, то, безусловно, их использовать. И количество очковой коррекции, оно огромное. Есть даже специальные офисные очки. Это все подбирает врач-фотермолог. Все это дело решаемо. Все дело решаемо. А вот что касается наших петербуржцев, какой цвет они предпочитают и соблюдателю какие-либо правила, мы вышли на улицу и спросили наш опрос. Какое в доме должно быть искусственное освещение, чтобы не портилось зрение? Хорошее, прежде всего. И, я думаю, должны быть лампы энергосберегающие, которые, собственно, светят лучше. Если берете старые лампочки наши, то желтый свет, который очень тусклый. Лампочки я покупаю в разные горле-комнаты от назначения функционала. Если это санузлы, то это где-то ориентировочно от 400 до, по-моему, 700 люмпинов. Остальные от 800 до 1000 и выше. Это уже идет там, где рабочая зона, может быть, с компьютерным столом. Если я читаю, я включаю торшер. Если смотрю телевизор, я тоже его смотрю при включенном свете, неярком. Мне кто-то сказал, что нужно обязательно телевизор смотреть, чтобы какое-то освещение дополнительное было в комнате. У себя дома так делают, чтобы освещение было точечно местное. Если это, например, столешница на кухне, значит, освещение должно быть не с потолка. Рядом с тем местом подсвечивать, где ты занимаешься готовкой. То есть в каждом рабочем месте должно быть отдельное по интенсивности освещение. По ощущению комфорта, ну, понятно, что это либо светло, либо темно. Но если некомфортно, значит, надо что-то менять. Если глазам некомфортно, мало света, значит, надо увеличить мощность. Приятно, что горожане соблюдают советы Екатерины даже еще до того, как их услышали. Это здорово на самом деле. Это здорово, да. Польза-польза, но давайте не забывать о красоте. Ведь последние тенденции говорят, что нам, знаешь? Нет, я не знаю. Я тоже не знаю, поэтому у нас и в гостях Наталья. Наталья, какие вот мы видели сейчас какую-то необычную люстру, которая меняет цвета, да? Есть такие. Что сегодня с модными тенденциями? Насколько они... Вот мне кажется, уже какой-то моветон, когда у тебя люстра, как цвета музыка, нет? Абсолютно. Моветон, в принципе, люстра, как источник освещения, центральный, она не очень уместна. То есть люстра – это все-таки что-то акцентное. Она должна светить, например, над обеденным столом, может быть, где-то посреди огромного лестничного холла. Это будет смотреться хорошо и уместно. Плюс ко всему, все остальные уже дополнения в виде изменения цвета – это уже исключительно на ваш конкретный вкус, ваш выбор. То есть нету сейчас такого, чтобы, как раньше, купить огромную большую хрустальную люстру и повесить ее в середине гостиной, да? А теперь сейчас все точечно. Сейчас все точечно. Более того, даже это более грамотно. То есть это не только модно и красиво, и это более грамотно, потому что свет в помещении должен быть основным заполняющим. Это все вот эти точечные светильники, либо, может быть, светильники на шинопроводе, если видели. Да, да, да. Либо в канат еще провод проводят внутри каната. Абсолютно, да. Все это тоже возможно. То есть должно создаваться общее освещение в помещении, в гостиной, на кухне, в прихожей, в ванной и так далее. А в спальнях, в детских уже можно обойтись каким-то более локальным освещением. Это и настенные светильники бра, и торшеры, и, может быть, какие-то ночники дополнительные. То есть вот в этих помещениях можно, в принципе, обойтись без люстры. И здесь скорее вот такие тенденции. И просто распределить по тем местам, где ты чаще всего обитаешь, можно сказать, да? Именно так. Где ты пообедал, у тебя должен быть точечный свет. Абсолютно. Где ты готовишь еду, он должен быть яркий, чтобы потом твой ужин не был испорчен. Чтобы вы видели, да, все, что вы готовите. То есть, да, главное в свете, главный тренд – это его уместность. А давайте теперь поделим на зоны. Вот мы видим у вас несколько разновидностей лампочек, да? Вот в спальне он должен быть какой свет? Приглушенный, мощная лампочка, либо более мелкая? В спальне дело даже не в лампочке, а именно в температуре свечения. Я так понимаю, мои коллеги уже рассказали, что есть свет тёплый, есть холодный. Так вот, холодный свет, он в спальне, в принципе, не рекомендуем. Почему тоже говорят не сидеть перед компьютером на ночь? Потому что излучается освещение голубого спектра, и оно мешает выработке мелатонина, гормона сна, и поэтому вы хуже спите. Как всё взаимосвязано. Да, не поверите. И поэтому в спальне разумнее всего использовать светильники тёплого спектра. Вот, например, такие лампы накаливания красивые. То есть всё, что светит где-то до 3,5 тысяч кельвинов, эту информацию можно увидеть прямо на коробочке с лампочкой, которая покупается. То есть всё это написано. Но это не лампа накаливания, это выглядит как лампа накаливания, правильно я понимаю? По сути, вот конкретно вот это... Но энергосберегающая она или нет? Нет, вот это именно лампа накаливания. То есть она греется, она светит таким же светом, она также трещит, и она самая недолговечная, она очень быстро перегорает. Это тоже модная тенденция. Абсолютно, да. В интерьерах стиле лофт, и вообще, если вы хотите разбавить его чем-то красивым, то... Как мы вам говорили в течение получаса, то покупайте лампу накаливания. Мне кажется, что ещё вот такие лампы, ну или, по крайней мере, лампы, которые стилизованы под лампы накаливания, сейчас, в принципе, вытесняют как раз торшеры, бра, какие-то светильники, они используются как отдельный элемент декора. Или это не так? Поправьте меня. На практике они могут использоваться именно как какой-то прям источник освещения, но если вы его вешаете, например, над барной стойкой, да, то есть вот вы готовили, вы выключили подсветку рабочей зоны, где вы готовили всю еду, вот она у вас красивая, вы её поставили на барную стойку или на обеденный стол, и получается, в данном случае источник освещения создаёт такой акцент, он создаёт тёплый свет, и вам удобно, комфортно, приятно сидеть с гостями общаться. Я вижу, что Екатерина у нас как профессиональный офтальмолог может не подтвердить это, да? Вот всё-таки как влияет, когда мы в полумраке устраиваем романтический ужин, при свечах начинаем употреблять пищу, это как-то влияет на наше зрение? На пищеварение благостно, на зрение, да не будет оно влиять, смотрите, ближнее зрение для глаза – это спортивная нагрузка, и мы говорим сейчас о разных вещах, о времяпрепровождении или о работе, если это работа, это должно быть достаточное освещение, если это романтический ужин, да на благо. А что значит достаточное освещение? Опять определяем по ощущениям? По комфорту, безусловно, это в первую очередь. Глаз не должен уставать. Должно быть хорошо видно в условиях естественного освещения, в условиях настольных ламп, и при правильно подобранных очках, если они нужны. И соблюдать режим, делать перерывы. Вот мы сейчас смотрели опросы, и там говорят, что петербуржцы смотрят правильно телевизор при включенном свете. А я люблю смотреть ужастики в темноте, когда огромный экран, и ты вот стоишь, либо лежишь под одеялом, и думаешь, сейчас эта бабайка тебя схватит за ногу. Это же ощущение, и тебе кажутся яркие краски, более сочные, когда ты смотришь в темноте. А что с глазами происходит? Они напрягаются. Конечно. Глаз имеет большое количество мышц. Если идет напряжение, ну, представьте себе, олимпийский чемпион будет бежать трое суток, у него уж равно или поздно ноги сведет. И то же самое происходит с глазом. Он перенапрягается, и такое перенапряжение, вплоть до появления ложной близорукости, возможно. Ну, это, конечно, больше при компьютере использования, не при больших телевизорах, но тем не менее. Екатерина, ну, успокойся, ну, чуть-чуть же можно. Чуть-чуть же можно иногда. Да, конечно, можно. Конечно, можно. Вот это то, что я хотела услышать. Ну что, резюмируем, что лампочки выбираем разные. Накаливание тоже теперь используется, оказывается, они модные. Стараемся рассеивать точечно по квартире, когда особенно вы делаете ремонт... Источники освещения, да, в разных местах. Источники освещения, да, это благоприятно сказывается и как на вас, и как на полном дизайне вашей квартиры. Ну и, конечно, не забывайте о глазах. Все-таки наши глаза любят, когда в квартире светло, когда в квартире тепло. Ну и ориентируйтесь на свои ощущения. Так нам говорят наши эксперты Екатерина Ниличева, офтальмолога, и Наталья Озерова, дизайнер интерьера, которые были у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.